Ежегодный республиканский конкурс «Безопасное колесо-2015» проходил на базе средней школы номер 6, где юные инспекторы дорожного движения демонстрировали знания правил поведения на проезжей части. Помимо этого, умение оказывать доврачебную помощь, а также навыки езды на велосипеде по полосе препятствий. В состязаниях участие приняло более 50 учащихся общеобразовательных учреждений Каспийска. Виртуозно управлять двухколесным транспортом, демонстрируя фигурное вождение. Это одно из требований конкурса «Безопасное колесо». С этим заданием легко справляется ученица 6 класса, школа номер 8, Сержият Магомедова. Она с легкостью совершает маневры, объезжая один за другим препятствия. Но вот перед камерой школьница, немного волнуюсь, рассказывает, что катается на велосипеде с раннего детства. Поэтому эти соревнования – хорошая возможность проявить себя. Очень сильно готовились, отбирали людей. Потом мы учили медицину, очень много тренировались, чтобы занять достойное место. Оспитание законопослушных участников дорожного движения невозможно без теоретических знаний, уверены организаторы. Потому в этих кабинетах проходит еще один этап конкурса. Юные инспекторы ПДД совместно со своей айгит-бригадой отвечают на тестовые вопросы. Слезят за проведением конкурса сотрудники полиции и представители управления образованием. В этом конкурсе участвуют все образовательные учреждения. Сегодня у нас здесь их 10. Дети в возрасте до 12 лет принимают участие в этом конкурсе. Конечно, он посвящен в основном для того, чтобы обратить внимание детей, родителей и общественности к проблемам безопасности дорожного движения. Самым зрелищным оказался конкурс айгит-бригад. Участники подготовили свои творческие выступления, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения. Что делать? Что делать? Сегодня выступать. А у нас ни название, ни девиза, ни даже команда. На тех же выступления есть? Да, есть. ПДД. А что такое ПДД? Приветливые деловые дети. Как же пришел домой дедушка? Ты что? Это же праздник Детимыча. Совсем никто. Как вам не стыдно? ПДД – это правило дорожного движения. За всеми этими яркими выступлениями стоит не один день подготовки. Старшая вожата школы номер 6 Хадижат Шуацыевна отмечает, что подобного типа конкурса требуют стараний как со стороны школьников, так и со стороны педагогов. Ведь после этого этапа команда победительница будет бороться за первое место на республиканских соревнованиях. Изготовка, в общем, проходит так, в классах проводятся классные часы на тему правила дорожного движения, так как очень много происшествий в городе, так как дети иногда не успевают, иногда водители у нас не очень аккуратные, так можно сказать, неосторожные. Иногда дети не знают, поэтому я считаю, что такие мероприятия надо проводить побольше. Основным поводом для проведения подобных конкурсов является неутешительная статистика дорожно-транспортного травматизма, подчеркивает старший инспектор БДД Валюйла Ширалов. На сегодняшний день в республике Дагестан уровень детского дорожно-транспортного травматизма остается еще высоким. Буквально подводили итоги, за три месяца, за истекший период текущего года, зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет, в которых погибло пятеро участников дорожного движения и 27 получили ранее различные степени тяжести. Детская неосторожность или родительская безответственность? Кого винить в том, что жизнь маленького ребенка обрывается, успев только начаться? Смогут ли водители, стремительно давящие на педали газа, спать спокойно, зная, что под колесами их автомобиля погиб ребенок, и этой смерти можно было избежать? Задуматься об этом заставляют вас эти школьники, юные инспекторы, которые благодаря такого рода конкурсам хотят нам напомнить о правилах поведения на дороге. Шахнабад Кулиев, Алексей Колесников, Новости Каспи-ТВ.